Тогда, если ты отказывался брать вот это свидетельство о смерти, где тебе писалась другая причина смерти, тебе тело не выдавали. Если действительно прилетал самолет с террористами, опять же, неужели в аэропорте они нигде не засветились? Пытки вдруг оказались нашей обыденностью. И до Жанаузена, и в Жанаузен, просто он наглядно показал, что власти делают все, что хотят. Это не должно быть государственной тайной. Во время обысков очень много вопросов, потому что жены говорят, что даже они видели, как добиваются признания, есть ли там пытки или нет. И вот с этого момента пытки пошли на убыль. А вот что сейчас известно по возбуждению дел против правоохранителей? Это говорит о том, что это была четкая организация, четкий план действий. Люди, задержанные по преступлениям, были в эти дни выпущены в город? Такаев свои тараканы, он боится сейчас за то, что он публично санкционировал расстрел. Добрый день. Я хотел спросить, вот я посмотрел недавно твой фильм «Жанаузенский дневник», фильм 2013 года о событиях 2011 года. И меня что поразило, просто огромное количество параллелей с тем, что происходило в Алматы в январе. То есть первое это детдомовцы, которые там были, к которым ты приходил. И потом вот эти сообщения о пытках детдомовцев после событий здесь, да, то есть самая незащищенная часть, скажем так, общества. Потом вот эти вот провокации, когда, собственно, расстрел начался после того, как было подожжено здание Узениманной Гаса. А вот и то, что людей, которые получили огнестрельное ранение, даже если они не участвовали в митинге, если они получили ранение случайно, их также забирали и потом пытали. То есть получается, что ты это все об этом говорил в 11-м году, в 13-м году, да, вот, а сейчас общество все это накрыло в 22-м году, но сценарии и сюжеты, они совпадают просто с пугающей точностью. Да, наших свидетелей даже пытали. Нас-то чё, каждый день пытали там, как я, с первого, 10 января меня закрыли. И меня там начали допить, избивать пытки, угрожения. Прокуратура защищала вас? Вообще я прокуратуру не защищал. Сами под прокуратурой нас пытали, в самом здании прокуратуры. У меня все свидетели отказались от своих слов. Но, несмотря на это, даже меня взяли, мне за два года условно, практически взяли год условно. А его чё судили? То, что ему в ногу пулю попало, что? Там самое главное было, это получить право на расстрел, формальное право. И оно делалось, обставлялось с помощью плана. План был тогда, в 2011 году, 16 декабря. Причём план создавался, по моему видению, это правоохранительными органами и руководством города. Хотя, насколько там Урак Сарбопеев, Аким Жанаузена в нём участвовал, это отдельный вопрос. Но то, что нефтяная компания, городообразующее предприятие, которое определяло жизнь и денежные потоки этого города, и силовые структуры сделали этот план, который потом в большем масштабе реализовался в Алма-Ате, это да, действительно, один к одному. И вот это право на расстрел, там получалось тоже с помощью вот этих формальных сигналов, которые посылались официальным лицам на самый верх, и которые фактически, на мой взгляд, санкционировали, дали это, разрешили это право. И такая же реакция Такаева, президента Такаева, на те сигналы, которые ему преподносились силовыми структурами. Действительно, возможно, он был дезинформирован во многом, потому что его слова о том, что он даёт санкцию на расстрел людей, на прямое, без предупреждения. Стрелять на поражение, без предупреждения. Это 7 января, мы когда смотрели, то есть это 7 января, но на самом деле стреляли же и 5, и 6, то есть ещё до, скажем так, санкции, официальной санкции президента. То есть уже шли расстрелы, и расстрел на площади, это как раз в Алматы, был 6 января. Стрелять стали 4-го, вот как раз резиновыми пока пулями, и вот как раз 4-го в ночь на 5-е уже идёт вот такое нагнетание обстановки, когда силовые структуры просто резиновыми пулями, светошумовыми гранатами вытеснили людей, и по миру люди стали спускаться, уходить с площади, это уже в начале 5-го и конец 4-го, где-то около 12 часов. И вот на Абайе уже идёт провокация, как раз машина врезается в людей, вот имитирует вот это нагнетание, вот этот психоз. И то же самое в Жанаузене, когда легковая машина пытается врезаться в нефтяников, и вот это давление друг на друга, где местные жители города, нефтяники, и с другой стороны правоохранительные органы, начинают давить друг друга, толкать друг друга. И вот затем силовые структуры выгоняются с Алана, это в Жанаузене. А здесь ситуация как раз идёт к тому, что, как мне сообщили на гражданские активисты, что водителем вот этой машины были тоже участковые, один из участковых города Алматы. И то есть полиция имеет непосредственное отношение к тому, что делались провокации. И вот люди в белых повязках, которых опознавались 5-го числа уже, которых не стреляли, и снайперы, которые были 5-го, и снайперы, которые были в Жанаузене, которые стреляли, вот это всё единый такой план, который один в один. И вот если там санкция на расстрел была, это то, что якобы девушка полицейская находится в юрте, которая горит, её подожгли, на самом деле её посадили на автобус, она уехала, проводили сами нефтяники. Вторая санкция на арест, это то, что Аким, зам Акима области и Аким города заперлись в одном из кабинетов Акимата, и то, что их блокируют и пытаются к ним ворваться, вот эта информация тоже послужила сигналом. Хотя прекрасно полицейские знали, что они там отсиживаются и не спешили к ним, даже когда вот они стали расстреливать людей, это где-то уже в 11 часов. И они прошли мимо Акимата и спокойно даже не стали вызволять этих людей, ушли, и только ближе уже к вечеру эти люди сами спустились, их ждал наряд полиции, и они ушли в департамент полиции. То есть все эти придуманные обстоятельства, которые послужили санкцией на расстрел людей, тогда ещё утром... — Поводом для расстрела, это ты сейчас говоришь о 16 декабря 2011 года в Женозине. — Да, все эти поводы были формальны. И стало понятно, что был чёткий план просто убрать нефтяников с площади, уничтожить, стрелять. Прямо была получена санкция стрелять в людей, которые на площади. Но ведь там же был праздник, там же гуляют люди, дети, потому что школьников загоняли, они участвовали в этом параде. Часть людей увели, а часть людей-то осталась, она бегала там. — Да, вот в твоём фильме есть эпизод, когда женщина рассказывает о погибшем сыне, она учительница, и она рассказывает о том, как классы привезли на площадь, и потом директор, когда понял, что там происходит, он дал ей распоряжение каждого ребёнка доставить домой. И она детей развозила, а в это время её сын туда приехал, и его там застрелили. То есть, а сын приехал искать свою мать-учительницу. То есть, да, вот это всё есть в твоём фильме, и там есть очень много страшных кадров. Там есть кадры убитых людей, там есть трупы в морге. Вот, это фильм, конечно, очень страшный. Но самое страшное, мне кажется, что мы его, мы, я имею в виду общество, мы его тогда не посмотрели. То есть, твой фильм мы не посмотрели, и мы твой фильм смотрим сейчас уже глазами людей, которые видели события января 22-го. Байбек, менің олым, 22-го жасында умерден өтті. Мену өзім жаң-өзе мектеплицейнде қазық кілмейдебетнен сауқ бірем. Муалиммін, кешегі табылситтің 20 жылды қарсаңындағы 16-й жыл 90-й. Осы жыл 90-й, 16-й жыл 90-й гуны мектепте шеру. Мектепте осы алаңда шеру болу үшін 11-й, 12-й сынты оқышыларын біз жинадық. Осы алаңға тәңіртенкісін сағат жет жарымдардың кезінде менің олым Байбек өзімді оқышыларын қасында тастап кетті. Алаңда біз өткен кезде менің көргенім скорой машиналары, жерден машиналары болды, өрт сөндіру машиналары болды. Осы, недегі шаңағы, өрт сөндіру машиналары жерден машиналарын бәрі, сон жерден дізбек келіп тұрды. Сол өмірлердің қарсаңында кет бір жатқан кезде оқышыларым сұраған, өнші көрсінің оқышылары, апай мұна жерден жерден машинасын ешін тұр, өрт сөндіру машиналарын ешін тұр, деп сондағы бұл сұрақ болған, бірақ мен жоқ, балдар ештен ұлмайтын, ешқандай үрі де қорқыншылар жоқ, деп балдарды сөз жерде директор бізге тапсырмай берді, әр оқышыны атанасына өз қолыңыз бен апарып тапсырасы деді. Ол тәртенгісін жет жарымда мені тастатты, оқшыларым қасыма тастатты, ол сұлшымсына кетті. Бірақ, ол кезде ұлымағы звандаған жоқ бұныс. Содан келдім, екі жарымдарды үйге келдім, ешқандай бар, шайда шалмадым, тамақта шалмадым, ештең әбет бәште шалмады, келдім айттым, байбек сандыған жоқ ба? Жоқ, мама әбетке келемді бәйтті, маған құрдақ жасап қойды бәйтті деп десінде. Келдім, еге келгеннен кейін, сағат 3-4-дің шамасында, кестің алында бір, 5-6 кісілер түрекен, тағыда үдің айналасында бір әйелдер түрекен, Әді бәргейд түрекен, байбек сағат van өтің алында бұл қаға шмаламан өрдалдке, байбек сген ұлтым, байбек сымалал айттан, байбек түрше түрде айтырақ алында бір бәден, байбек сген өттілер түрде мастандыған өз бәлгейді, байбек сүрде ба? Оттан, байбек сүрде бәл айтыла өптің. на площади, на Алане, когда девушка, вот Айжан, Буха ее называют, Айжан, она, ей пуля попала в бедро и сломала ногу фактически, она не могла идти. И вот школьники подбежали к ней, то есть там дети были, школьники несли ее, несколько человек, и вот они смогли, вот несли ее до ближайшего дома, вот уже в третьем микрорайоне, прям ближайший двор к площади, и там в одну из квартир у нее кровь вклистала, ее положили на ковер, и прямо весь ковер был в крови, и вот эти дети, причем она рассказывает уже на судебном процессе, как ее спасали они, это где-то класс 6-7, 8 класс максимум, но это где-то, она думает, что это 6-7 класс, и вот эти дети на Алане все бегали, находились там, и в них этот отряд, который вышел из департамента полиции, прямо расстреливал всех, стреляли. И было выпущено 3620 пуль по официальным данным, которые были озвучены в суде. И сколько из этих пуль попало в людей, и соответствует ли количество убитых, той заявленной цифре в 16 человек, конечно, не соответствует, и многим убитых, просто родным требовали от них, чтобы была, писалась другая причина смерти, и место смерти тоже в другом месте, не на площади. Таким образом, часть людей была отсеяна от этого списка. Раз озвучена была цифра в 16, больше у нее нельзя было переходить. То есть, трупы просто списали и растащили по другим, скажем, местам. И вот тогда, если ты отказывался брать вот это свидетельство о смерти, где тебе писалась другая причина смерти, тебе тело не выдавали. И вот поэтому многие соглашались, забирали тело, хоронили, а причина смерти уже писалась другая. И все. И они в этот список не попадали. Скажи, пожалуйста, ты сейчас вошел в альянс правозащитников, которые занимаются независимым расследованием событий января 22-го. Вот расскажи, пожалуйста, об этом альянсе. То есть, кто в него вошел и какие задачи у этого альянса сейчас? В альянсе правозащитников есть несколько коалиций. Коалиция по пыткам, коалиция молодых правозащитников, коалиция по безопасности правозащитников и есть правозащитные организации, такие как Бюро по правам человека, такие как Либерти, Арухак, была Международная правоинициатива и ряд еще других организаций. Канаты, вот я знаю из Астаны организация. И вот вся эта работа, которая сейчас собирается, проводится, она преследует несколько моментов. Это фиксация убийств, которое было, количество убитых, знаменитый вот этот список Бахаджан-Терегожиной, который сейчас продолжает и радио затык, потому что вся информация, которая поступает к ним, должна, подлежит перепроверке. И передается информация журналистам, для того, чтобы они могли историю вот этого человека, что произошло с ним. И журналисты берут интервью у родных, освещают это событие, и тогда уже выявляется, правда это или нет. И все вот эти, вот эта вся правда, она выходит, становится публичной. И это очень хороший союз. Прости, количество убитых совпадает с количеством заявленной цифры, которую объявил президент. То есть сейчас можно понять, то есть это в общей сложности 227 минус там 19 правоохранителей, то есть или нет. Понятно количество погибших? Дело в том, что сейчас список он объективно вырос вот за неделю вот назад, потому что действительно власти несут ответственность за этот расстрел, и должно быть во-первых материальная компенсация семьям погибших, и поэтому многие сейчас стали говорить о том, что в их семье погиб человек. те, кто не говорил раньше. Да, они долго скрывали, потому что боялись, потому что назовут террористом или еще кем-то, бандитом, мародером и так далее. Но конкретные убийства, вот они все сейчас люди родные, они начинают сейчас говорить, и список сейчас вырос, если брать вместе с этими 19 полицейскими, то или 29 сейчас полицейских, то вместе получается уже 205 человек. Это вот информация на последний момент. Но список он будет дальше расти, потому что есть информация вот о том, что действительно есть люди, которые во-первых, еще не опознанные люди, люди, которые вот мы называем их безвести пропавшие и которые не опознаны. И вот они долгое время находились в морге, например, и вот ситуация такая, что таких около 30. И возможно больше, но мы, к сожалению, ничего не знаем. Если здесь еще много нюансов, например, Такаев говорил о террористах, и вот здесь встает вопрос, если аэропорт захватывался с целью, чтобы вот эти около 30 человек, чуть больше, которые захватили аэропорт, они же все засветили свои фейсы на камеры. Эти люди, что с ними, мы не знаем, это бандиты. Хорошо, это со стороны Казахстана, местный. Если действительно прилетал самолет с террористами, опять же, неужели в аэропорте они нигде не засветились? Наверняка где-то они оставили следы, и где-то их лица, распознавание этих лиц, это если целый самолет, если это действительно так, то, опять же, эти все лица можно установить. Поэтому здесь вот этот вопрос, он остается открытым на уровне версии. Если действительно аэропорт захватывался для того, чтобы встретить этот самолет, то версия о террористах она правдоподобна, но это число незначительно, очень незначительно, потому что если брать убитых непосредственно, то 90% это молодежь, 90% это казахи по национальности, это местные Алмата и алматинские пригороды, и это города близлежащие. Это и Чемкент, это и Тарас, это и Талдыкурган, это и другие города. То есть возможно сценарий очень похож на сценарий, который был в Масанчи, потому что там через социальные сети, так же как и здесь в Алмате, нагнеталась вот эта ситуация, вот этот конфликт, который был переведен в Масанчи в этническую плоскость, привел к тому, что вот эти все боевики, бандиты местные, которые опять же пробовались вот на роль этих бандитов, они поехали все в Масанчи и там устроили вот эти события и им давалось время и фактически это была такая как бы тренировка для них, потому что последующие подразумевалось какие-то крупные события, как борьба за власть, как в данном случае в Алмате, вот на мой взгляд это и произошло. Три направления сейчас расследования, то есть это свидетельство о произошедшем на площади, потом свидетельство о пытках и восстановлении имен погибших. Вот пытки, вот скажем так, в общественном сознании сейчас широко они вошли, то есть все знают о том, что в Казахстане пытали и в Казахстане пытают, во многом благодаря Динаре Егебаевой и ее эфиром, когда она скажем так, это просто через Инстаграм и вот эти ее эфиры, которые ну не всякий взрослый мужчина сможет до конца досмотреть с свидетельствами о том, как там люди рассказывают, что с ними делали, как их пытали, то есть как их мучили и так далее, и так далее, то есть но пытки вдруг оказались нашей обыденностью, то есть пытки оказалось, но это что-то такое совершенно обычное, но абсолютно ненормальное, но то, с чем мы живем, вот сейчас то, чем занимается Альянс, вот какую картину по пыткам, по применению вот этих, по применению насилия к людям, которые находятся вот в этих СИЗО, да, то есть какую картину вы видите, то есть что вы можете сказать, то есть насколько это, скажем, действительно широко распространено? Ну, это следствие авторитарного режима, потому что права человека, они подавляются в стране, гражданские инициативы, гражданские права и свободы, соответственно, пытки, это один из элементов, когда власти просто быстро достигают своего результата, который говорится президентом, в данном случае Такаевым, раньше в декабрьских событиях старались как можно быстрее обозначить, кто являются там террористы, бандиты, люди в черном, это в Жанаузене в 11-м году, и вот когда такое событие, всегда власти рисуют свой сценарий и назначают вот этих террористов, и если весь народ, который участвовал там, включая в мирных митингах, назван террористами, то, соответственно, они все подпадают под отсутствие прав и свобод, и против них применяются пытки, и уже и до Жанаузена, и в Жанаузен, просто он наглядно показал, что власти делают все, что хотят, хотят, делают информационную блокаду, отключают интернет, как в Алма-Ате сейчас, назначают своих людей, выводят из игры тех, которые непосредственно люди в черном, Жанаузене, и здесь основные руководители пытаются их увести от ответственности, и назначать кого-то вот этими террористами, бандитами. Вот то, что мы сейчас видим, очень большая боязнь у нас, подозрение, что вот в Алма-Ате происходит сейчас то же самое, в алматинских событиях, попытаются основных вот этих виновных отодвинуть, потому что ничего сейчас следствие не говорит о семье Назарбаева, об участниках, прежде всего это имеется в виду сама Табиш, насколько его люди, люди, может быть, Кайрата, Саптубалды, не знаю, но это тоже нужно публично озвучивать, давать людям, что произошло на самом деле, давать версии, и это обязанность властей просвещать, говорить, освещать ход событий, это роль Масимова, как руководителя комитета, это роль тех денежных мешков, олигархов, которые финансировали эти вещи, и очень важно здесь поименно роль каждого из них обозначить, это не должно быть государственной тайной, а это должно быть публичным, потому что народ должен это знать, народ имеет право знать все, что произошло со страной в эти дни, потому что были убиты люди, граждане страны, когда митингующих мирных расстреляли шестого в шесть сорок начался расстрел людей, людей, когда уже все бандиты ушли, все, как кого мы называем, мародерами, фактически уже, естественно, им площадь вообще не нужна была, а на площадь вышли именно люди, которые пытались требовать политических реформ в стране, которые видели вот этот весь беспредел, расстрел четвертого вечером, пятого и, соответственно, шестого они вышли и сделали эту растяжку и требовали реформ в стране, политических изменений, перемен, демократизации, то есть всего хорошего, что должно произойти в нормальной, чтобы мы назывались нормальной страной. И их просто расстреляли. Вот такие эпизоды, вот они все подлежат документации и все эти люди, очевидцы, свидетели, являются важным источником для фиксации всего того, что было в деталях, в подробностях. И все равно власти несут ответственности, они должны нести ответственность. Поэтому мы и призываем Международную комиссию, чтобы она была, потому что в Жанаузене мы этого требовали, но наш голос был не услышан обществом. А официальные власти просто прикрылись, отправив туда небольшую группу экспертов ПРА, которые буквально полтора-два дня были там. Что такое ПРА? Это организация как раз противодействующая пыткам, то есть она смотрит за, контролирует ситуацию в пенсарной системе, то есть в системе КУИС, и пытается улучшить, изменить, чтобы не было пыток в стране. И к сожалению, конечно, за полтора-два дня там ничего ты не увидишь, и когда вам еще все это отмыто, все в чистом виде, все это показали, опять же, без людей, без самих задержанных, которые могли бы все это рассказать. И сейчас в Алма-Ате то же самое. Мы требуем международную комиссию, причем все абсолютно, потому что мы видим, как официальные органы отвечают на запросы правозащитников. Все коалиции, альянс правозащитников отправляют документы Бахаджан-Таригожина, Арухак, пишут прокуратура, ДВД, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности. Никакой информации абсолютно по существу нет. Идет игнорирование общественных запросов. И получается, что они сами что-то там делают, а публичного звучания, вот именно правдивого звучания того, что произошло, они никакой информации не дают. И в результате мы чувствуем, что во-первых, нас обманывают, потому что те процессы, которые уже начались сейчас, они проводят какую-то свою внутреннюю кухню и лишают нас информации о том, что произошло. А как быть родным убитых? А как быть родным, которых сейчас на два месяца меры пресечения, которых обвиняют в массовых беспорядках? Как быть родным этих людей? Как быть самим подсудимым, которых сейчас делают и которых делают сейчас козлами отпущения? Потому что мы знаем, что многие гражданские активисты, которых сейчас, у которых два месяца пресечения по 272-й статье массовой беспорядки, они не участвовали в этом. Да, многие из них находились на площади, но нахождение на площади не значит, что они совершали противоправные деяния, где видео с фиксацией того, что они что-то делают там. Нет этого, потому что мы знаем этих людей, они просто задержаны были те, кто участвовал в митингах, а это, как правило, гражданские активисты. И очень много моментов, в которых у нас возникают вопросы. Вот, например, идет обвинение Джамат Таблиги сейчас. Но мы знаем, что Джамат Таблиги, они не участвуют в публичных мероприятиях, активных, общественно-массовых, где идут митинги, где идут какие-то мероприятия. Поясни, пожалуйста, подробнее, что такое Джамат Таблиги? Это та мусульманская община, которая своей целью ставит просвещение и вовлечение в свою организацию через просветительскую деятельность. То есть, она не призывает к насилию, вот, она не публично в этом плане. Но, вот то, что сейчас происходит с ними, по информации жен, от которых мы имеем задержанных людей, которым дали сейчас меру пресечения арест, во время обысков очень много вопросов, потому что жены говорят, что даже они видели, родные видели, как им подбрасывается оружие, во время обыска оно тут же изымается и в качестве доказательства того, что это террористы. Но, опять же, у нас как добиваются признания, есть ли там пытки или нет? По нашим информациям сейчас нет пыток. Они просто в одиночках закрыты. Я хотел как раз об этом спросить. И уже в течение месяца они в таком состоянии находятся. Вот сейчас массовые пытки, вот на момент, когда мы разговариваем, да, то есть 23 февраля, то есть сейчас массовые пытки прекращены или нет? Или они продолжаются? Дело в том, что массовый характер пытки носили как раз это вот 5, 6, 7, 8, 9, 10 вот в этот период. По мере того, как общество все больше включалось, оно видело и было информировано и правозащитниками, и журналистами о том, что произошло и как людей пытают, все больше и больше было вопросов к системе КУИС, к системе МВД, к системе исполнительной власти, к президенту напрямую, и вот это общественное мнение, которое было сформировано, оно заставило вот силовые структуры, силовой блок меняться, давать информацию, хоть как-то отчитываться, и вот эта работа комиссии, которые появились, оно изменило эту ситуацию, потому что НПМ стал заходить, амбудсмен стал заходить в эти спецучреждения, они видели этих людей, стали их фиксировать, вот общественные комиссии, которые стали заходить, соответственно, адвокаты, которых долгое время не пускали, вот стали, смогли зайти к своим подзащитным, и вот с этого момента пытки пошли на убыль. Галлум, смотри, вот в твоем фильме есть такая информация, более ста человек участвовали уже на озене в расстрелах, привлечены были к ответственности пять человек, пять полицейских, причем все они были привлечены не за расстрел, а за превышение полномочий, да, то есть они, пять человек были осуждены за превышение своих полномочий, а вот на сегодняшний день есть информация, кто-то из системы правоохранительных органов вот привлечен к ответственности, то есть мы знаем, что был случай, когда одного полицейского задержали, был митинг его коллег, которые вышли, значит, с требованием его освободить, а вот что сейчас известно по возбуждению дел против правоохранителей, по пыткам? Значит, по стрельбе, дело в том, что сейчас в алматинских событиях стоит очень большой вопрос, будут ли их привлекать по статье убийства, мы этого не видим, скорее всего их так же, как Жанна Узеня, будут привлекать по статье превышения полномочий, и если это так, то опять же, насколько это все убившие людей будут нести ответственность, это тоже большой вопрос, очень большой вопрос, это вот то, что случилось в Таддакургане, когда коллеги вот того человека, которого обвинили в пытках, и на которого показали действительно вот сами задержаны, задержаны о том, что пытали, бутербеков и адвокат Буржан Азанов, они добились вот этой ответственности, что он задержан, но массовое выступление, выход его коллег, полицейских, говорит о том, что пытали фактически они все, это системное явление, и то, что они сейчас пытаются защитить свою коллегу, говорит о том, что пытки были повсеместны, пытки были во всех городах, где вот это, этот приказ президента Такаева развязало руки и дал возможность применять все, что угодно для того, чтобы найти террористов. И вот ответственность эти люди не хотят нести, ответственность за пытки, потому что сами пытки для представителей полиции это как естественное, обыденное, для них это как постоянный метод, которым они могут пользоваться в отношении задержанных людей, это говорит о бесправии всей нашей системы. То есть это часть их работы, проще говоря. Что наши граждане беззащитны, вот это о чем говорит, что права человека не соблюдаются, потому что права человека им, работникам правоохранительных органов не читаются, не объясняются, что они знают их поверхностно, на практике они позволяют отступать от всех законов, и поэтому действует закон слова начальника, приказ, требование, но не сам закон, который запрещает пытки, который наказывает за пытки, и поэтому пытки у нас это средняя тяжесть, ответственность за пытки у нас не является вот таким прям серьезным каким-то правонарушением, хотя должно быть настоящим преступлением, и по нему должны быть увеличены сроки. И очень важно, чтобы вся полнота была раскрыта, а так как такие события у нас вообще впервые, вот я считал алматинские события по масштабу это впервые вот в Казахстане, были жанаузинские, были вот алматинские события 1986 года, но такого масштаба и с такой организацией внутренней со стороны силовых структур, которые управляли процессом, я считаю, что была четкая организация и после мирных митингов свободных идет вот это массовое нагнетание истерии ситуации, когда уже идут провокации и фактически, когда даются команды убрать полицию, правоохранительную систему в целом, которую город оставила вот действительно на один на один с ночными мародерствами, которые были, и система, которая сама же выпускает из административных спецприемников всех задержанных, которых она задерживала, в эти дни выпускает и фактически ведет их на площадь, это говорит о том, что это была четкая организация, четкий план действий. Скажи, пожалуйста, вот про это я, может быть, пропустил, но про это я слышу впервые, то есть есть такие данные, что, скажем так, ну, люди, задержанные по преступлениям, были в эти дни выпущены в город? Да, вот, например, было 40 дней со дня смерти Аарона Табека, люди, которые стали выходить, они хотели выразить свое измущение пойти на площадь и высказать это на площадь независимости, их стали задерживать, многих из них закрыли в административном спецприемнике, третьего числа тоже люди стали выступать, возмущаться, их их тоже стали задерживать и помещать спецприемники, но 4-5 числа их всех выпустили, то есть наряду с гражданскими активистами, которые просто вот защищали право свое помянуть человека, Аарона Табека, и выразить свое возмущение действиями полиции, выпустили всех, и вот это говорит о том, что это была не просто вот какая-то случайность, а это была системная команда на всех уровнях убрать полицейских, выпустить людей, и это была четкая организация, и поэтому за всей этой организацией стоят опять же люди, которые были во власти, в силовых структурах, это были четкие команды, и то, что действительно базар не работал, Алтына Рда, и то, что социальные сети в течение этих двух-трех дней резко активизировались, и так же, как в Масанчи, какое нагнетание было, вот эта информационная истерия, которая была, это все толкало людей опосредованно вот участвовать в этом, но под видом мирного митинга, участия в нем, конечно, процесс стал на втором этапе управляться бандитами. Почему все-таки государство так противится международному расследованию? Это первое. И второе, возможно ли реформа МВД, то есть и вообще реформа правоохранителей, возможно ли она, то есть либо все-таки, я не знаю, как по примеру Грузии, нужно просто распустить и набирать людей по новой, не привлекая тех, кто когда-то работал в этих системах. У меня четкое убеждение, что вся вот эта система авторитарная с распределительной экономикой, она, где плоды получают только номенклатура и люди, которые имеют доступ к воровству из бюджета страны, эта система должна быть уничтожена. А эта система, где кормятся определенные семьи, это семьи президента Назарбаева, его окружение, его олигархи, его кошельки и вся вот эта номенклатура, которая региональная, которая выросла на примере вот всей этой клиптократической воровской вот этих представлениях, когда ценности являются только деньги, капитал, это все приводило к уничтожению страны. И вот всю эту систему надо сносить. И поэтому правду они не хотят выносить, потому что все эти люди, все они остались. Все они так или иначе влияют через свои капиталы, через ресурсы, через свои должности. И поэтому очень важно дать возможность людям изменить всю эту систему. А это только через честные выборы, через свободные митинги, где мнения людей формируют власть. И вот только когда вот эта система заработает, вот тогда можно оказывать давление на того же президента Такаева, чтобы митинги были действительно носили уведомительный характер, чтобы пикет человек делал там, где действительно возмущается работой какой-то организации, которая нарушила его права. то есть система открытая, свободная, как в нормальных странах. И тогда вот вся эта номенклатура, она просто уступит свое место нормальным людям, которые должны формировать вот и местное сомправление, и возможность войти в депутатский корпус на всех уровнях, и маслехаты. и тогда сама исполнительная власть, она просто изменится. И вот тогда общество всегда будет заинтересовано быть открытым, чтобы была честность, и чтобы международные комиссии тогда действительно помогут нам объективно расследовать все это. А так Такаев своей тараканой, он боится сейчас за то, что он публично санкционировал расстрел. Силовые структуры тоже не заинтересованы, потому что там очень много людей участвовали в пытках. То есть сейчас они держат оборону, и они сейчас по одному могут сдавать людей, вот как министра обороны, насколько корректно было его вообще увольнять, а оставлять министра МВД и например главу прокуратуры, генеральной прокуратуры. Это все ставленники Назарбаева. И на мой взгляд нужен грузинский опыт и в нормальных странах Прибалтики, когда действительно были распущены силовые структуры, правоохранительные органы, были набраны молодые люди, судейский корпус был уволен весь, адвокаты, молодые, деятельные, которые хотели перемен, они заняли судейские места, судебная реформа в Грузии успешно прошла, то же самое правоохранительная система, абсолютно нет коррупции, по крайней мере массовой коррупции вообще нет случаев, нет желания украсть что-то у своей страны. Само понятие воровства у своей страны, у своего народа, это настолько кощунственно и должно наказываться, что вот такие меры тотальные они только приведут к оздоровлению всей страны. И у нас это возможно, но для этого нужно полностью менять психологию и народа, который должен требовать и давить, поддавливать власть, и власти Такаева в первую очередь, раз он президент этой страны несет ответственности за это. Субтитры создавал DimaTorzok